Бокер ТОВ! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш третий урок в понедельник главе Торы Китиса. И третья заповедь повелительная это изготовить масло для помазания. Написано, что нужно взять чистой мир 500 шекелей, корицы дважды по 250 шекелей, ароматного тростника 250 шекелей и кассии 250 шекелей. В таком объеме нужно было взять благовоний. Почему корицы дважды по 250 шекелей? Левит из Барселоны говорит для более точного расчета. Так он пишет, нам трудно это понять. А масло надо взять всего один гин. Это невероятная вещь, нам трудно понять как это может быть, так мало масла. Обычно комментаторы пишут небольшой объем масла в одном гине. Больше всего я читал комментарии, что его 6 литров в одном гине. А можете себе представить, если взять, допустим, корицы 500 шекелей. И шекели должны быть священными, то есть в нем 20 монет гера, а не 10. Это не обычный шекель, он большой. И получается, да, он равняется 1000 шекеля обычным. И нужно было купить корицы, но что такое 1000 шекелей? Тора говорит, что стоимость раба 30 шекелей. Наши мудрецы говорят, что стоимость пещеры Махпела с полем, с деревьями, совсем было всего 25 серебряных шекелей. Это и Фрон поставил невероятную цену врагам в 400 шекелей. Можете себе представить, сколько можно было купить корицы на такие деньги и других снадобий. Много этого, допустим, порошка. И нужно было смешать всего с одним гином масло. При таком объеме даже масло останется сухим. Что это не масло, это вообще сухая смесь останется. Потому что слишком много этих смесей. Что-то здесь не так. Наши мудрецы говорят, есть мнение, что замачивали в воде все эти пряности. И после этого добавляли масло, чтобы пряности не впитывали в себя. Чтобы пряности не впитывали в себя масло, потому что его не останется. Но пишется, что масло должно быть возлито на голову коина, на голову пиросвященника. Что-то тут получается, надо еще подумать. Есть мнение мудрецов, что кипятили эту смесь с водой. И пропускали аромат этих смесей всех через масло. И то масло набиралось этих ароматов. И оно оставалось маслом. И этим маслом было помазано один раз. Шатер, и два жертвника золотой и медный, и умывальник его основания. И жертвник для воскресения благовония, я уже сказал. Стол для хлебопредложения. И минора. Все предметы храма, и сам шатер помазан, и коины помазаны были. Возлито масло на них было. В общем, это масло один раз изготовили навсегда. Такое мнение наших мудрецов. Написано, что такого же масла в такой пропорции делать нельзя. Только для храма. Кто сделает такое масло, будет наказан. Это ни в коем случае делать нельзя. Вторая есть заповедь сегодня, которую мы разберем. Это изготовление смеси для ароматных воскурений. Написано, что Маше должен был взять благовония по своему выбору. А также бальзама, шхелета и хельбены. И ароматной смолы. Четырех видов. Что такое ароматная смола? Это смола фруктовых деревьев. Вот это, что остывает на деревьях, эту смолу он должен был взять. И изготовить смесь с особой тщательностью. Все это перетереть. И ее тоже должно быть немало. Потому что каждый день утром, после того, как почистили светильник, Агарон возжигает смесь благовоний. На золотом жертвеннике берет уголь с большого жертвенника и зажигает благовония. И перед тем, как зажечь минору на ночь, Агарон опять воскуривает смесь благовоний. Ее тоже много. И тоже написано, что такой же смеси делать нельзя. Если мы возьмем эту смесь и добавим какие-то другие ингредиенты, она уже не будет такой смеси, тогда можно. Или уберем какие-то ингредиенты из этой смеси, которую сделал Маше, тогда можно. А так нет. Такую точно смесь нет. Так же и масло. Вот эти запады мы разобрали сегодня. И на этом наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бад Клара, Анна бад Ривка, Полина Перлба, Соня Сура, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Двойра бад Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бад Двойра, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бад Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Мотл, Фира бад Анна, Арона Ребен Двойра, За хороший шедух, Арона Ребен Двойра, Денис Бен Нахум, Всем всего самого наилучшего, До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok